Ещё сотни лет назад Бенджамин Франклин сказал, «Непрестанные жалобы есть вопиющие неблагодарность за все те блага, которые нам доступны». А Виссион писал это в те времена, когда не было ни машин, ни самолётов, ни многих других современных удобств и даже так называемых предметов первой необходимости, которые сегодня мы воспринимаем как что-то само собой разумеющееся. Тем не менее, уже он считал, что его современники слишком мало ценят то, что у них есть. Во времена Франклина людям жилось намного труднее, чем нам, и всё равно мы находим бесконечные поводы для жалоб. В этом видео вы получите ключ к преобразованию вашей жизни. Цель – прожить 21 день подряд без жалоб, критики и сплетен. Ведь если вы жалуетесь, то будете получать всё новые и новые поводы для жалоб. На чём сфокусировано ваше внимание, то и проявляется в вашем слое мира. За 21 день новый образ жизни входит в привычку. Научившись осознавать свои слова и изменив их, вы изменяете свои мысли и начинаете сами формировать свою реальность. Всего 21 день отделяет вас от начала той жизни, которой вы всегда стремились. Но обо всём по порядку. Очень немногие жалобы нацелены на то, чтобы улучшить наше положение. Чаще всего они представляют собой лишь отравление воздуха, губительное для нашего благополучия. Проверьте сами, есть ли веская причина для всех ваших жалоб. Часто ли вы жалуетесь? Давайте сразу определимся, что жалобу не стоит путать с ситуацией, когда мы сообщаем человеку о произошедшей ошибке, чтобы он мог это исправить. Отказ от жалоб не означает примирение с негативными качествами или поведением по отношению к вам. Например, если вы говорите официанту, что ваш суп холодный и просите его подогреть, это не эгоизм. Если только вы ограничиваетесь констатацией фактов и настроены нейтрально. А вот если вы возмущаетесь, как вы посмели подать мне холодный суп, то это уже жалоба. В жалобу вкладывается негативная энергия. За многими жалобами кроется посыл. Это несправедливо. Или как случилось, что такое произошло со мной? И обвиняемыми у жалобщика со временем уже становятся все. И сосед, и погода, и весь мир. И самая большая проблема состоит в том, что жалоба настолько фокусирует наше внимание на негативе, что мы даже уже не ищем путей, как исправить ситуацию. Для большинства людей склонной жаловаться – это привычка, сформировавшаяся в результате многократного повторения. Однако если вы сознательно стараетесь не жаловаться, со временем этот способ самовыражения перестает быть для вас основным. Когда вы отказываетесь от того, чтобы высказать одну жалобу, может показаться, что это не окажет особого влияния на вашу жизнь. Но именно так вы начинаете подтачивать скалу укоренившейся привычки, которая определяет вашу личность. Откажитесь от жалобы. И тем самым вы сделаете шаг к новой привычке, которая со временем заново определит, кто вы есть и что вы притягиваете в свою реальность. Если у вас есть сомнения, что вы продержитесь 21 день без жалоб, то отбросьте их. Воспользуйтесь простой эффективной техникой. Выберите аксессуар на руку, например, кольцо или браслет. Не имеет значения стоимость изделия, но вещь должна вызывать у вас положительные эмоции. Итак, первое. Наденьте браслет на любую руку. Это первый день путешествия длиной 21 день. Второе. Когда вы поймаете себя на жалобе, критике, сплетнях, переместите браслет на другую руку и начинайте отсчёт заново. У вас опять начался день первый. Переодевайте, даже если вам это сейчас неудобно, или неловко, или просто надоело. Переодевайте, даже в том случае, если вы прожили без жалоб уже 10 дней подряд, и вот теперь нужно начинать всё сначала. Начинайте сначала снова и снова. Гните свою линию, даже в том случае, если все ваши знакомые сдались. Третье. Так и продолжайте. Почему 21 день? Дело в том, что учёные считают, что та или иная модель поведения входит в привычку после того, как мы практикуем её 21 день подряд. Это превратится в увлекательную игру, положительные результаты которой вы сможете наблюдать уже совсем скоро. Пообещайте себе, что не сдадитесь. Помните, ещё до того, как вы преодолеете рубеж в 21 день без жалоб, ваш внутренний настрой сильно изменится, и вы станете намного счастливее. Вселенная милостива в своём безразличии. Ей нет разницы, используете ли вы силу своих мыслей, проявленную в словах, чтобы привлечь к себе любовь, здоровье, счастье, изобилие. Либо же страдания, одиночество и бедность. Когда мы контролируем свои слова и мысли, избавляясь от жалоб, мы тем самым по-новому творим жизнь силой своего намерения. Мы притягиваем то, чего хотим. Жалобы оказывают негативное влияние на все сферы жизни. Слабое здоровье – одна из самых распространённых жалоб. Люди жалуются на здоровье для того, чтобы получить сочувствие, внимание и избежать каких-то действий или шагов. Например, переключиться на здоровый образ жизни. Несомненно, есть люди, у которых действительно слабое здоровье. Но всё равно своими жалобами они удерживают собственное внимание на самой проблеме, а не на поиске её решения. Вследствие, проблема усугубляется. То, что входит вам в рот – пища, определяет форму и размер вашего тела. То, что выходит изо рта – слова, определяет вашу реальность. Склонность жаловаться побуждает вас фокусировать внимание на том, что в вашей жизни не так, отвлекая внимание от того, что хорошо. Это касается и взаимоотношений. Жалобы ослабляют, а порой и вовсе разрушают взаимоотношения, которые могли бы дарить счастье. Когда мы ноем, отношения приходят в застой и упадок. Жалобы перемещают фокус нашего внимания с позитивных сторон человека, которые изначально привлекали нас в нём на всё то, что мы воспринимаем как его недостатки. Скрипущее колесо нужно смазать. Но если оно скрипит слишком сильно, то его придётся поменять. Любопытно, что многие охотно жалуются друзьям, родственникам и коллегам, но при этом большинство людей предпочитают общаться с теми, кто жалуется меньше, чем они сами. Нас привлекают оптимистичные люди, способные нас вдохновлять. Таким образом, один из способов заметно улучшить взаимоотношения с людьми – меньше жаловаться. Вероятно, вам знакомы люди, чей негатив просто обессиливает и истощает вас. Освободиться от жалоб означает начать практиковать навыки здорового общения. Если вы высказываете свою позицию прямо и чётко, без лишней эмоциональности, причём именно тому человеку, который может решить проблему, тогда это не жалоба. Но в большинстве случаев, если человек недоволен своим начальником, он жалуется мужу или жене. Если человек недоволен своим спутником жизни, он обычно жалуется друзьям. Люди разговаривают с кем угодно, только не с тем человеком, кто может действительно исправить ситуацию. В результате жалобщик оказывается неудовлетворён, да ещё недоумевает, почему это его взаимоотношения не налаживаются. Если вы оказались в окружении жалобщиков, подумайте о том, что вы, вероятно, сами принадлежите к их числу. Начиная работу над освобождением от жалоб, вы обнаруживаете, что жалуетесь намного чаще, чем вам казалось. А подобное притягивает подобное. Люди с похожей энергетикой притягивают друг друга, а энергия, находящаяся на другой частоте, не гармонирует с нашей энергией. Хотите, чтобы ваше окружение перестало ворчать? Тогда кто-то должен стать вожаком стаи. Кто-то должен решиться на то, чтобы двинуться в избранном направлении. Кстати, сплетни тоже представляют собой жалобу. Всякий раз, когда вы поймаете себя на сплетнях, переодевайте браслет и начинайте отчет сначала. Сплетник стремится убедить собеседника, что он лучше того человека, о котором идет речь. И сплетник ждет от вас подтверждения этому. Сплетня – это негативное высказывание об отсутствующем человеке. Но я не призываю вас вообще не говорить об отсутствующих людях, а лишь предлагаю вот что – говорите об отсутствующих только хорошее или говорите то же самое и с таким же подтекстом, как вы сказали бы в присутствии данного человека. И тут многие возразят, но так ведь неинтересно. Именно. Сплетни не населены на передачу информации. Они призваны указать на негативные черты третьего лица, чтобы казаться выше в сравнении с ним. И тут самое время вспомнить про понятия равновесных сил в транссерфинге, которые могут возникнуть при надменном сопоставлении себя с другими, и которые найдут способ дать щелчок понусу тому, кто ставит себя выше других. Когда кто-то начинает жаловаться вам на какие-то негативные черты третьего лица, – похвалите сплетника за то, что он обладает противоположными чертами. Например, собеседник говорит вам. Он какой-то ненормальный, постоянно раздражается по пустякам. А вы можете ему ответить. «Кстати, что мне в себе нравится, так это способность сохранять спокойствие в любых ситуациях». Люди, которые жалуются или сплетничают, хотят, чтобы вы с ними согласились. Если вы согласитесь, жалобы продолжаются. Вы же смещаете внимание с объекта жалоб на самого жалобщика. Так что старайтесь не забывать об этом и похвалите жалобщика за то, что он не похож на объект своих жалоб. Не объясняйте, зачем вы это делаете. Иначе техника не сработает. Вместо этого слушайтесь в основную идею жалобы и сделайте человеку комплимент, подчеркнув, что уж он-то совсем не такой. Освобождение от жалоб и сплетен – это не гонка, а процесс трансформации. Это расставание со старыми привычками и приобщение к совершенно новому образу жизни. Освобождение от жалоб означает прекратить сетовать на то, что нельзя изменить. Жалобы могут приносить вторичные выгоды жертвы, такие как сочувствие и внимание, но счастье не входит в число этих бонусов. Что вы постоянно говорите, то и становятся вашей реальностью. Возможно, в прошлом у вас была привычка по любому поводу высказываться критически, саркастически или недоброжелательно. На переучивание уйдет некоторое время, и наилучшая почва, в которой сможет вырасти новый способ общения – тишина. Сделайте вдох, выдох и подумайте, что сказать. Сделайте свой выбор мудро. Говорите о том, чего вы хотите, вместо того, чтобы жаловаться на текущее положение вещей. Вы можете найти единомышленника, того, кто сумеет вам помочь увидеть любые ситуации в позитивном ракурсе, поможет разглядеть потенциальные возможности в любой ситуации. В ходе освобождения от жалоб, люди очень скоро начинают чувствовать себя счастливее. Помните, счастье – это то, чего вы достойны. Время счастья – сейчас. Место для счастья – здесь. И не может быть счастлив человек, не считающий себя таковым. Некоторые люди говорят, что они подождут, пока их жизнь наладится, и лишь после этого возьмутся за освобождение от жалоб. Это неверно. Ждать, когда ваша жизнь изменится, чтобы лишь после этого пройти этот путь без жалоб, всё равно, что обещать себе, что вы начнёте следить за питанием и займётесь спортом, как только обретёте отменную физическую форму. Вот ещё несколько ключей к успеху. Первое. Переодевайте браслет и возвращайтесь к первому дню с каждой высказанной жалобой. Некоторые люди пытаются чрезмерно усложнить себе задачу и переодевают браслет с каждой негативной мыслью. Число негативных мыслей сократится со временем. Но перемещайте браслет лишь тогда, когда вы сказываете негатив вслух, жалуетесь, критикуете или сплетничаете. Второе. Всегда помните, какой по счёту день у вас сейчас идёт. Если же человек говорит «Думаю, что у меня сегодня седьмой день, но я не уверен», велика вероятность, что толку не будет. Если вы не знаете точно, какой сейчас день эксперимента, значит вы относитесь к делу легкомысленно. Третье. Не нужно жульничать. Например, поймав себя на жалобе, человек быстренько жалуется снова, чтобы не возиться с браслетом. Либо поймав себя на жалобе, обещает себе на завтра начать всё сначала, а остаток текущего дня объявляет выходным. Эти хитрости минимизируют ваши шансы на успех. Переодевайте браслет с каждой жалобой. Именно само это действие, перемещение браслета с руки на руку, прокладывает глубокие борозды в вашем сознании, помогая вам осознать своё поведение. Когда вы видите, насколько часто жалуетесь, это помогает вам измениться. Поводов для жалоб практически не останется. Зато вы станете испытывать благодарность за любые мелочи, даже за те, которые вы всегда воспринимали как должное. Когда вы утвердитесь в состоянии сознания без жалоб, ваш ум по умолчанию будет настроен на благодарность. Теперь, благодаря вашему позитивному настрою, вы можете легко удерживать в сознании образ желаемого, твёрдо зная, что в этот самый миг оно к вам движется. Скорее всего, улучшится и ваше благосостояние. Когда вы начинаете больше ценить себя и свой мир, вибрации вашей энергии находятся на частоте, соответствующей той линии жизни, где благ у вас действительно больше. Один из самых драгоценных даров, которые вы получите, освобождаясь от жалоб, состоит в том, что вы делаете счастливее и свою семью. Например, если у вас есть дети, то они станут не только подражать вашему поведению, но и переймут ваш взгляд на мир. Они настроятся на вас и станут видеть вещи так же, как видите их вы. Совсем скоро вы ощутите, что стали чувствовать себя счастливее. И это счастье служит само себе подпиткой, потому что счастливые люди склонны привлекать к себе еще больше позитивных людей, радостных переживаний и благоприятных возможностей. Возьмите себе за правило. Если вам что-то не нравится, измените это. Если вы не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Не жалуйтесь.